Добрый день, уже вы журналисты. У нас здесь Андрей Великолпушкин, заместитель Харьковского областного военного комиссара. Отмечаю на ваши вопросы касаемо вопросов мобилизации, военные обязаны, госсрочников и так далее. Прошу вас, начнем сразу с вопроса. Да, конечно, конечно. Пожалуйста. Представляете, какой канал? Возникла ситуация, сейчас очень широко распространяется в интернете, история одного из волонтеров Харьковского собрали бесплодники, Дмитрий Ян Коревенко. Нет, Ян должен. Ян должен, я должен попросить эту информацию. Ситуация в том, что мужчина, на протяжении года, спел бесплодники для Украинской армии, ему в апреле пришла повестка, мобилизация, пришел пройти медкомиссию, попросил отсрочку на какое-то короткое время, чтобы собрать три бесплодника для артиллерийских. Военкомат ему в этом отказал, направил его дело в прокуратуру, и вот вынесли на решение суда, с которым ему дали два года реального срока заготворения от Украинской службы. Известно ли банку в этом случае, и почему, в принципе, такое произошло, да, то есть слуха? Да, есть человек, он терпит, заставляет все выделяло, потому что он был на артиллерийском. К сожалению, этот случай мне неизвестен, если бы, по крайней мере, любой военнослужащий областного военкомата знал об этом случае, то, естественно, пошли навстречу, потому что действительно военнообязанный гражданин Украины, волонтер тем более, оказывает помощь не только вооруженным силам, но и министерству внутренних дел, создавая летательные аппараты-беспилотники, мы бы, естественно, пошли навстречу. Возможно, даже предложили бы ему призываться рядовым или офицерам, в зависимости от того, является он рядовым сержантским составом военнообязанных или офицерским, предложили проходить службу в военкомате, в районном или в областном. Мне очень жаль, что так получилось. Я постараюсь разобраться в этом случае, ну, по крайней мере, присутствовать на суде и оказать помощь, если это действительно так, если действительно он собирает беспилотные эти аппараты. Но я думаю, что ему тоже, конечно, нужно было бы, если нет понимания в районном военкомате, я даже не знаю, какой это районный военкомат города Харькова или Харьковской области, нужно было пойти в вышестоящий штаб, это областной военкомат, и обратиться, ну, практически к любому заместителю или к областному комиссару, и вопрос был решен. Вот потому что тут, понимаете, естественно, один человек, он, может быть, стоит по большому счету, если уже так проводить знак равенства 10 или 15 военнообязанных, которых мы призываем. То есть пользу он, безусловно, приносит, я думаю, и дальше будет приносить. Ну, поэтому я и к нему обращаюсь. Пожалуйста, я готов встретиться, и областной комиссар готов с ним встретиться, обсудить все вопросы и, ну, каким-то образом даже, может быть, выступить защитой на суде. Он уже все сейчас, он уже все готов, да. Он может помочь в апелляционном суде. Возможно, я готов, пожалуйста. Вот, да, родственники, пожалуйста, ну, все знают меня, вот, зовут полковник Калушкин, Юрий Леонидович, заместитель областного комиссара. Пожалуйста, я готов выслушать, уделить внимание и максимально помочь, чем могу на этом, на этом уже. А насколько на Украине много и вообще сейчас по Харькову полностью случаев, когда украинстов к реальному слою? К сожалению, немного, мы не берем этот, да, 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 все, хорошо. Значит, не берем конкретно этот случай, но к уголовной ответственности на сегодня привлекается достаточно небольшое количество. Законодательная база на сегодняшний момент несовершенна, и административная ответственность, и уголовная, ну, уголовная, я говорю, это буквально, ну, до 10 случаев по Харькову и Харьковской области в этом году. Привлечены к уголовной ответственности военно обязанные, из призывников на сегодняшний момент никто не привлечен, но это все дело в будущем, вот, но административная ответственность, она очень низкая. Практически человек отказывается защищать свое Отечество, свою Родину, вот, и эти минимальные штрафы, и для того, чтобы даже к этим минимальным штрафам привлечь, нужно собрать необходимое количество документов, что довольно-таки трудно, где только после этого наступает административная ответственность, а привлечь к уголовной, это вообще очень сложно. Я не знаю, вот я, Дзержинский, да, но, возможно, понимаете, я не отслеживаю ситуацию вплоть до каждого конкретного случая, потому что задач очень много перед областным военкоматом, перед мной непосредственно. Я даже не знаю, в какой промежуток времени это произошло. С апреля, вот, по 10-й и 10-й? С апреля, ну, тогда, пожалуйста, близкие родственники, пожалуйста, или Кацарская 56, или Котлова 205, где сейчас чаще бывает, потому что идет призыв на срочную военную службу, мой телефон могу тоже дать, естественно. Ну, как наступает вот этот период, когда уже считается, что человек уклоняется, то есть это промедление какое-то по времени или что? Когда уже начинается преследование за уклонением? Ну, начинается с того, что военно обязанный или призывник отказывается получать повестку. Вот с этого момента. Я хочу, чтобы повестку очень подняли в комиссию. Но у него там не он работал, и волонтерствовал, и не успевал, просто какие-то дополнительные обстоятельства, и на это, и на это, и на это информацию, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Ну, я скажу так, что я знаю многих волонтеров, и мир и порядок представителей, и Хелп Ами, и Харьков Пассажирский, и много других. Я не знаю, можно было бы, в конце концов, если у него не было времени, через них выйти на меня, они же на меня выходят по всем вопросам, которые их интересуют, по всем вопросам, которые им непонятны, и они не знают, как решить. Мы совместно находим общее решение, компромисс какой-то. Вот поэтому я считаю, что, ну, может быть, он был уверен, что действие закона на него не распространяется, учитывая то, что он занимается действительно волонтерской деятельностью. Но я еще раз хочу сказать, что перед законом равны все. Вот, но тем не менее, это неординарный случай, неординарный случай. Здесь, конечно, я думаю, было бы принято положительное решение, если бы он обратился в областной военкомат. Людям с уникальными какими-то профессиями, или, возможно, навыками, нравятся ли армии альтернативы, какие-то, ну, получается, что ему, Марк, что ему, что ему, что ему предложить? Ну, первое, я же говорю, это прохождение воинской службы, опять же, призыв по мобилизации на воинскую службу, но и в системе военкоматов. В системе военкоматов. Это первое. Второе. Ну, могли бы не призвать его по мобилизации, учитывая его деятельность. Могли бы его, по крайней мере, через нас, мы могли бы, допустим, выйти на какое-то конструкторское бюро или какой-то НИИ города Харькова, которое может заниматься подобной деятельностью и совместно, может, результат еще больше был бы, чем занимался. Ну, и вариантов очень много. Ну, по крайней мере, до этого бы не дошло. К сожалению, я еще раз говорю. Так, я просто не знаю об этом случае. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, скажи еще раз. Извините, раздавайте, я сейчас несколько, чтобы не мешать. Чтобы не мешать. Спасибо большое. Мой же телефон есть у вас, да? Да, конечно. Но вы можете сразу передать. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Каковы ли ситуации, которые продолжают свободу быть на маше? Да, вот несколько дней назад вы приезжали, и выезжали с строчкой, но их не выпускали в военкоматах. Ну, давайте я начнем с того, что, к сожалению, некоторые средства массовой информации, вместо того, чтобы поддерживать военные комиссариаты, поддерживать местные органы власти, поддерживать силовые структуры, выполнение указа президента о проведении частичной мобилизации, указа президента о проведении призыва на срочную службу, они делают обратную работу. К сожалению. Поэтому я вот обращаюсь к средствам массовой информации, надо как-то определяться, товарищи. На сегодняшний момент военно-патриотическое воспитание практически на всех уровнях находится на недостаточном, на низком уровне, если так можно сказать. Если мы берем конкретно о призыве на срочную службу, давайте я вам расскажу. Призыв на срочную военную службу проводится согласно указу президента. Весна и получилось июнь захватываем, до 30 июня. Значит, есть ряд учебных заведений первого, второго уровня аккредитации, где студенты досрочно или раньше сроков могли и сдают экзамены или защищают дипломные работы. Первое, что я хотел бы все-таки начать с другого, что военнослужащие срочной службы в зоне АТО ни в коем случае не будут. Вы прекрасно об этом знаете. Я об этом каждый раз говорю, и не только я. То есть они отправляются в учебные подразделения, после принятия присяги определенной подготовки убывают в части всех практически областей Украины, кроме Луганской и Донецкой области. И там проходят службу год или полтора с учетом образовательного уровня. То есть в зону АТО ни один военнослужащий срочной службы за промежуток прохождения службы за этот период отправлен не будет. Вот почему-то сложилось впечатление и у родителей, и у определенной категории студентов, и не только студентов, что вот сейчас пришла повестка без комиссии района, без областной медицинской комиссии, их сразу отправят, ну минимум, в воинскую часть. Естественно, нет. Незнание определенных моментов, это первое. Второе, низкий уровень все-таки патриотизма в определенной категории, опять я хочу сказать, это касается в первую очередь студентов, с чем мы столкнулись, вот ведет к таким явлениям. Когда для студентов важнее поступить в высшее учебное заведение третьего, четвертого уровня аккредитации на второй или на третий курс, а вот служба в армии, да, их обязанность, их долг по закону, по конституции остается на втором, на третьем месте. По крайней мере, не на первом месте. Вот сегодня общаясь и с родителями, да не только сегодня, вот на протяжении последних дней, сегодня, в частности, с призывниками, я не буду сейчас называть фамилии, чтобы не было стыдно, для них важнее поступить на второй, на третий курс, а не убыть на комплектовании воинских частей, а те военнослужащие контрактной службы, это добровольцы практически, должны убывать в зону АТО для выполнения задач. Но кто-то должен и непосредственно в частях, где они находятся, постоянной дислокацией выполнять и те задачи, которые там стоят, это по охране, дежурству, охрана и так далее. Я задаю вопрос некоторым призывникам. Хорошо, вот вы сейчас собираетесь поступать на второй, на третий курс. Вот все время приходите с сестрой, сестра жалуется, ходит в прокуратуру. Так а кто сестру будет защищать? Я извиняюсь. Если такая ситуация сейчас служится в Харьковской области, где вы будете заниматься? Где занимаются студенты Луганска и Донецка? Они занимаются в Харькове. Потому что нету здесь боевых действий. Понимаете, должны быть определенные приоритеты. Для родителей важно это, для определенной категории студентов и призывников тоже это важно. Я не понимаю, это да. Я говорю о том, что мы сделаем все возможное, чтобы люди, студенты, могли молчаться, и их никто не будет забирать. Это его слово. И, другим, выходит так, что вы их позволяете от этого права здобути высшую освету. Тем более, если он не хочет служить, мы уже говорили, я одноразово с вами про это, на что, это змушать людей идти до армии, а не против его ли, если она там потом может повернуться с мной. Ну, давайте я отвечу на вопрос. Значит, право. Право, конечно, есть, но давайте смотреть с юридической стороны. Давайте смотреть с юридической стороны. Значит, студенты первого, второго уровня аккредитации учебных заведений. Идет собеседование в июле, августе, возможно, да? Идут какие-то вступительные экзамены, и только после приказа ректора о зачислении их высшие учебные заведения они являются студентами той или иной формы, дневного или вечернего, или другой формы обучения. Согласны со мной? Согласны. Приказ ректора когда происходит? В каком месяце? Кто скажет? Вы же разбирались? Да, в сентябре, в сентябре. Но до сентября у него есть право на отсрочку? Нет. Следующий вопрос. Право на отсрочку по статье 17 для получения образования предоставляет на основании подтверждающих документов кто? Районная или городская призывная комиссия. Согласны со мной? Это написано в законе о воинской обязанности и военной службе. Если документы не предоставлены, то районная призывная комиссия не дает право на отсрочку. Согласно указу президента призыв будет проводиться, сейчас проводится, и будет проводиться октябрь-ноябрь, осенью. То есть только 1 октября районная призывная комиссия может дать право на отсрочку. И опять же, в том случае, если это студент дневной формы обучения. И до этого ниоткуда не отчислялся, и потом не восстанавливался, если такая категория. Студента высших учебных заведений. То есть этот промежуток времени, он юридически, я извиняюсь, у него нет права. Следующий момент. Мы говорим о том, что студенты 1-2 уровня аккредитации им было предоставлено в свое время отсрочка до 30 июня. Но согласно статье этого же закона, 16.4, при определенных обстоятельствах районные и городские призывные комиссии могут менять свое решение. Что и было сделано районными призывными комиссиями, в первую очередь, города Харькова. Помните, вот сдали досрочно, допустим, 23-го, 25-го. Ребятам вручили повестки для прохождения районной медицинской комиссии. В частности, если мы говорим о этом техникуме. Так, вручили повестки. Вручили повестки 130 человекам, 135-ти, прибыло по повесткам для прохождения медицинской комиссии, а не для отправки. Всего 65. Из тех, которых 65 уже вручили повестки на отправку, они уже сдали экзамен. Так, на сборный пункт прибыло всего 3 человека. Так, товарищи, давайте говорить, наверное, все-таки о патриотизме, да? Где патриотизм? В конце концов, мы будем заниматься, а остальные пусть защищают родину, да? Вот это мне подходит интересно. Следующий момент. Опять же, согласно требованиям этого закона, в 10-ти дневный срок со дня вступления в силу указа президента Украины о проведении очередных призывов, независимо от того, получили повестки призывники или юноши призывного возраста или нет, они должны явиться в свой районный военкомат, где они находятся на воинском учете, для уточнения данных. Кто из этих студентов явился? Вот давайте спросим у них. Кто из них явился? Никто не явился. Действия представителей военкомата? Какие в этом случае должны быть? Тоже непонятно. Поэтому мы говорим как-то в одно о стороннем порядке. Их незаконно держат на сборном пункте. Если говорим уже о незаконном нахождении на сборном пункте, значит, за 2-3 суток согласно требованию руководящих документов до отправки команд происходит комплектование этой команды. За 3 суток представитель воинской части, куда планируется отправить команду, прибывает на сборный пункт и начинает работать с призывниками. Начиная от изучения личного дела, беседы, проверки физического уровня и так далее и тому подобное. Прохождение профессионально-психологического отбора. Так чего мы незаконно держим? Мы стараемся максимально качественно укомплектовать команды для Национальной Гвардии Украины, для Вооруженных Сил Украины. Если для этой категории студентов, я еще раз повторяю, меня это, понимаете, просто несколько задевает очень серьезно. Для них важнее учеба вот на сегодняшний момент, это же не 13-й, не 10-й, не 12-й год, это даже не 14-й год, это 15-й год. Для них важнее учеба, так сказать, давайте говорить о его гражданских позициях и их родителей. Опять я возвращаюсь к призывнику, который два раза уже был у меня, со своей сестрой писали заявление, потом пошел в военную прокуратуру, с военной прокуратуры звонили. Вот сегодня 120 человек находилось на плацу на сборном пункте. Я его вывел, я говорю, вот посмотри на этих ребят, ты будешь учиться, да, там на втором, на третьем курсе дневной формы обучения, со временем получишь законную отсрочку 1 октября, а не раньше, и будешь спокойно заниматься там три года, а эти, вот твои же, такие же харьковчане с Харькова или с Харьковской области будут тебя защищать. Пусть не в зоне АТО, но, по крайней мере, выполнять свои задачи в частях, где они находятся. Так, где справедливость? Давайте, товарищи. Спасибо. Если мы... Да. Выпускники военных училищ, давайте мы не так, вы чуть-чуть неправильно вопрос задали, вопрос стоит так. Выпускники высших учебных заведений, которые в свое время закончили кафедру, да, военную кафедру. Военные специализации, это лет, учительность? Военные училища. Военные училища. Военные училища. Понятно. Это не офицеры. Правильно? Мы говорим. Это студенты, которые занимались... А офицеры. Нет, финальный офицер, учительность, профессиональный военный. Нет, ну так какая же мобилизация? Они уже заключили контракт с вооруженными силами Украины. Они заключили контракт, они сейчас убывают по приказу на комплектование в ту или иную воинскую часть и выполняют свои задачи. Если это военный летчик или связист, или танкист, допустим, командир взвода, он мобилизации, понятно, не подлежит. Мобилизации подлежат военно обязанные. Возраст увеличили до 60 лет, а это кадровый офицер. Поэтому понятно, что мобилизации не подлежат, они так являются уже военнослужащими. А для тех, кто бакалавр, знаете, защитился бакалавр, дальше они, получается, сдают экзамены на программу специалистов или магистра. Как здесь вот эта ситуация, там у них вот эти два месяца проходят, как бы, то есть тут тоже будет мобилизация? Да, они тоже будут подлежать мобилизации. Вот они закончили, закончат сейчас, да, вот в ближайшие дни закончат, получат звание бакалавра, диплом. Вот, но я сразу говорю, раньше, допустим, до 2014 года никто же не предполагал, что будет у нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая мобилизация, которая уже началась и будет длиться до 19 августа. Вот, это опять же все-таки стоит вопрос. Да, да. Реакция Наталья, суденческая реакция новостей. Вы сказали, что команда комплектуется в зависимости от физических способностей разговоров с психологом. Скажите, какие критерии будут влиять как раз-таки на определение ребят конкретно в зону обхода? Это мы говорим про мобилизацию. Про мобилизацию, потому что призыв на срочную службу, о зоне о том и не говорим, их там не будет. Ну, порядок остался тот же, который был и во время четвертой, пятой, и сейчас шестой мобилизации. Первая, сейчас идет, ну, первый этап шестой частичной мобилизации. Идет оповещение и прохождение медкомиссии. Так, прохождение медкомиссии более усовершенствовано, все практически находится, ну, это для военкомата города Харьков в одном месте, на Котлово 205. Практически все лаборатории, передвижная установка, которая делает флюорографию. Вот, в зависимости от того, первое, какую военно-учетную специальность они получили раньше, проходя военную службу, ну, это в первую очередь срочная военная служба. Если это касается офицеров запаса, то это та специальность, которую мы получили на военной кафедре. Возможно, это офицерский состав, который по разным причинам начинает сокращение и другие был уволен, вот, но сейчас подлежит мобилизации. После этого, после прохождения медкомиссии, идет комплектование команд и отправка их, повторяю, в учебные полигоны, это рядовой сержантский состав, офицерский состав, высшие учебные заведения, где они в течение месяца проходят теоретическую и практическую подготовку по полученной раньше специальности. После этого, идет комплектование воинских частей, боевое слаживание подразделений, начиная от взвода и заканчивая в целом воинской части и непосредственное участие, вернее, в преступлении в выполнении функциональных обязанностей. Опять же, не все, кто призывается по мобилизации, попадают в зону АТО. В первую очередь, это стрелки, снайперы, гранатометчики, водители танков, вот специальности, которые, там, наводчики зенитных комплексов, которые необходимы на сегодняшний момент именно в зоне АТО для ведения боевых действий. и опять же таки, попадая туда, они сразу не попадают на первую линию ведения огня, будем говорить так, должен пройти какой-то определенный период, чтобы они привыкли к обстановке, услышали взрывы и так далее, и тому подобное. И после определенного промежутка они только опять же переходят уже непосредственно туда на передовую линию. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Можно ли рассказать о вашей вирусской виталии, о волонтере Дмитрие, вот сейчас фамилию забыл, который делал беспилотники, а сейчас волонтеры говорят, что беспрецедентный случай, потому что этот человек обеспечивал беспилотниками Луганскую, Донецкую, я имею в виду территории зоны АТО, да, и вот этот суд непонятный, то есть ваша точка зрения. Спасибо. Я прошу прощения, вы только что надо... Да, ну я коротко, одним, двумя предложениями. вы тоже, вы тоже, вы можете... Да, вы можете развернуть. Хорошо. Значит, товарищи, к сожалению, я не знаю об этом случае, к сожалению, об этом случае не знает областной комиссар, его заместитель. Если бы мы знали об этом случае, то, конечно, решение было бы принято совсем другое. Первое, мы бы, если это действительно серьезный, ну, будем говорить, инженер, мы бы, по крайней мере, нашли бы какой-то выход на НИИ, на исследовательские институты, которые занимаются в этом направлении, а в Харькове занимаются этим направлением. Это первое. Второе, ну, каким-то образом, опять же, тут нужно смотреть, человек приносит огромную пользу, ну, ну, я со слов же говорю, потому что я, к сожалению, не знаю об этом случае. Человек приносит огромную пользу и Министерству обороны, и Министерству внутренних дел, создавая эти беспилотники, отправляя их туда, в воинские части. Я думаю, они проходят и испытания определенные. Вот, по крайней мере, мы лучше бы призвали двух, трех, а может и десять человек, и от него пользы было бы все-таки больше здесь. Ну, и третий вариант, и вариантов много. Предложили бы проходить военную службу по призыву по мобилизации в системе военкомата. Понимаете, к сожалению, мы об этом не знаем. Просите, а как это могло быть так, чтобы вы не знали, то есть, кто это тогда, какой военкомат, как это вот, ну, простите, вы все знаете? Ну, я не... К сожалению, я не все знаю и не владею всей информацией, которая происходит в военкоматах Харькова и Харьковской области. По какому военкомату районному он проходил бы так? Это, скорее всего, Дзержинский. Я вот узнал буквально здесь в студии, что это Дзержинский район. Пожалуйста, я журналистам, пожалуйста, даю свои телефоны, я уже дал, вот, кто там, телеканал 1 плюс 1, потом Украина, чтобы родственники обратились ко мне, ну, максимально уже на этой стадии каким-то образом постараемся ему помочь. Но, опять же таки, вот, я же еще повторяю, я знаю очень много волонтерских организаций, меня знаю. По многим вопросам, начиная от того, как достать билеты военнослужащим, призванным по мобилизации на Южной железной дороге, которых нет вообще документа, как их отправить или в зону АТО, или из зоны АТО, которые, они находятся на вокзале, отправить в воинскую часть. Звонят все. Почему этот волонтер, он не обратился, опять же, к волонтерам других организаций? Разрешите этот вопрос, какие есть выходы? Как этот вопрос можно разрешить? Вот, для того, чтобы разрешить вопрос, должна быть определенная информация. У меня информации практически никакой, кроме того, что возбудили уголовное дело, кроме того, что уже чуть ли не условно дали там два года, да, в этой ситуации нужно разбираться. И уже исходя из того, на каком этапе находимся, принимать решение для того, чтобы оказать ему помощь. Но, опять же таки, хочу напомнить, что закон же, он распространяется на всех, правильно? Волонтер очень хорошо, но, проходя ту же медкомиссию, он ее до конца не прошел. И, насколько я понял, это все-таки военкомат Дзержинского района передал материалы в прокуратуру. Прокуратура передала вслед после, в суд, после проведения следствий. Решение суда уже есть. Почему за этот промежуток времени, когда он создавал беспилотники, он не обратился к другим волонтерам, не обратился в вышестоящий штаб, это областной военкомат. Естественно, помогли бы. Я вам честно скажу, что, вот, когда обращаются волонтеры, слова нет, вот они от меня не слышат. Мы всегда стараемся находить какие-то компромиссные решения в рамках юридических и в рамках закона. Спасибо, Юрий. Для одного. Пожалуйста, вопросы. Вы заявили, что патриотизм в Харьковской области очень страдает. Какие действия предпринимает областной военкомат для повышения патриотизма, чтобы все-таки к вам обращались те же студенты, призывники и сами добровольные, что они вам нравятся? Ну, несколько направлений. Это все-таки выступление в средствах массовой информации. Возможно, недостаточно. Недостаточно, потому что я начальник отделения комплекта, отдела комплектования и призыва, заместитель областного комиссара и функции и задачи стоят несколько другие. Вот, штат именно этого отдела небольшой. Ну, одно направление это выступление в средствах массовой информации. Второе направление. Если вы обратили внимание, сейчас проходят на отдельных региональных телеканалах и патриотического характера видеоролики, которые мы создали там от одной до четырех минут. Вот, очень много печатной продукции, опять же, патриотического направления и патриотического характера. Вот, но думаю, что, по крайней мере, вот сейчас закончится призыв на срочную военную службу, мы обязательно, обязательно поедем в учебные заведения. В частности, первого и второго уровня аккредитации, которые показали, что патриотизм на очень низком уровне. И будем максимум проводить эти мероприятия с привлечением в первую очередь тех военнослужащих, которые проходили службу в зоне АТО. В первую очередь. Будем привлекать волонтеров обязательно. Но эта работа проводится, но не настолько она проводится массово. у нас не охвачены высшие учебные заведения опять в том объеме, в котором надо было бы. Понимаете, ну все начинается, патриотическое воспитание начинается от чего? От любви к близким, от любви к родине своей, к своему государству, где мы живем, и гражданами, которыми мы являемся. А это начинается с самого детского возраста. Это начинается с семьи, начинается с детского садика, со школы и дальше. Спасибо. Да, пожалуйста. Среди передачи Анарин, Дмитрий Гамин, Юрий Леонидович, скажите по вопросу о патриотизме. Вот известно, что на состояние по маркам этот год заявило о недофинансировании питания для военнослужащих в размере 700 миллионов рублей. Не кажется ли вам, что такое отношение дискредитирует и отталкивает перед земляком, которые вы хотели? То есть отношение при распределении средств уже снижает этот кроин так реактивно само по себе? И какая сейчас ситуация в этом вопросе по поводу наслечения? Значит, принято решение увеличить вооруженные силы Украины до численности порядка 250 тысяч. На конец 2013 года численность составляла порядка 90-95 тысяч. И я вам могу с полной уверенностью сказать, пока есть финансирование, финансирование Министерства обороны в этом году намного больше по сравнению даже с прошлым годом. Если не хватает, идет недофинансирование, будем говорить, формы одежды, питание и так далее, то это количество будущих военнослужащих, это касается и призыва на срочную службу, это касается мобилизации, это касается контрактной службы, естественно, уменьшается. То есть Министерство обороны, вы же прекрасно понимаете, если есть финансирование на определенное количество военнослужащих, на определенное количество восстановления, производства, техники, вооружения, то, естественно, Министерство обороны проводит расчеты, анализ и заказывает это количество техники, вооружения, призывает по мобилизации на срочную, на контракт и так далее, то есть комплектование идет на то количество, на которое есть деньги. Возможно, не будет доведена численность вооруженных сил до 250 тысяч, моего финансирования будет. Я сравниваю обеспечение вооруженных сил, начиная от питания и заканчивая формой одежды и индивидуальными средствами защиты в прошлом году и в этом, но на порядок выше, однозначно. Практически у всех есть форма одежды, это имеется в виду воинские части, у всех есть форма одежды, есть достаточно нормальное питание. Вот у нас призывники и часть военнообязанных, которые ждут отправки, питаются на сборном пункте и в областном военкомате. Общевойсковая норма номер один. Вот я вместе с ними хожу в столовую, ну, понятно, что не все время, очень редко, но, тем не менее, я вижу, что она, эта норма достаточна для того, чтобы, ну, не только поддерживать организм в нормальном состоянии, но даже многие и поправляются, потому что там каши есть, то, ну, я говорю, общаясь даже с призывниками, они дома так не кушают, как на сборном пункте. Поэтому тут дискредитации не может быть, тут вопрос в другом. Вот мы возвращаемся, с чего начинали. Это все-таки больше разъяснение гражданам Украины все-таки о роли и значении вооруженных сил Украины и патриотизм. Все начинается с этого. Спасибо. Вопросы, да. Пожалуйста. Новости ОТЭНа, Новости ООК. Вопрос касается на шестой роман организации, первое, какой план и, касательно работы медкомиссии, постоянно поступает ситуация, что мобилизируемые выходят с разными физическими расстройствами и в том числе даже те, которые были психонекологические и проходили лечение. Как сейчас обстоит ситуация с комиссией ? не четвертой, даже пятой частичных мобилизаций. Но у нас наложено тесное взаимодействие областного военкомата и департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации оказывают просто колоссальную помощь. Этот департамент нам, начиная от проверок работы районных медицинских комиссий Харьковской области и заканчивая предусмотренные начиная со вчерашнего дня в одном месте но это в первую очередь касается военкомата города Харькова ближе ехать на сборном пункте забор крови мочи флюорография и другие лаборатории вот они со вчерашнего дня начали работать то есть естественно попадаются разные категории военнообязанных и с хроническими заболеваниями в том числе алкогольными будем говорить так и с психиатрическими заболеваниями есть такие которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации то есть вот идет двухуровневая будем говорить медкомиссия первая и вообще работа это районный военкомат областной военкомат перед тем как отправить воинскую часть допустим сбор военнообязанных происходит на Кацарской 56 и с каждым обязательно беседует медик военный который в штате областного военкомата и просматривает документы я скажу это не единичный случай когда перед отправкой снимаются военнообязанные перед отправкой воинскую часть то же самое касается и призывников но мы сейчас о мобилизации говорим поэтому медицинский осмотр стал более качественным и более строгим и я думаю что именно при проведении 6 мобилизации это уже практически начало работать второе численные показатели приблизительно на сегодня еще окончательно нет цифра составляет более 3400 военнообязанных это плановое задание оно возможно будет меняться в меньшую или в большую сторону но пока вот такие показатели долг это некрасивое слово будем говорить это с учетом того что военкоматы Харьковской области не выполнили частично и за пятую очередь не выполнили плановое задание процент выполнения в целом за область около 52 около 52 за районы Харьковской области если мне помнить не изменяю где-то порядка 78 а за военкоматы города Харькова где-то в районе 20 это получается меньше чем за четвертый третий правильно вы говорите но тоже нужно учитывать что каждая последующая очередь она тяжелее проводить мобилизацию первое призывных ресурсов военнообязанных становится меньше правильно если мы во время проведения четвертой очереди отправили более двух тысяч военнообязанных то их стало меньше второе вот о чем мы говорим опять возвращаемся воспитание патриотическая часть ну правильно цифра увеличивается цифра увеличивается поэтому тут много факторов которые влияют но я еще раз повторяю что каждую следующую мобилизацию проводить становится сложнее мобилизация следующий живу на плачковской возле ледно-учильщик там на протяжении было времени наблюдается рубежное нарушение пропускного режима везде есть написано мы же поставим забор раньше находили патрули сейчас через этот забор могут пригласить все коммунели я лично туда приложу за то что там на спортивную площадку там занимаюсь и так дальше то есть воинская часть где есть склады с оружием где есть склады какие-то еще стратегические и так дальше СМ в городе приграничном где работает ДНР да в Цапске соответственно вот такой здесь рубежное нарушение у меня как вам вопрос эту информацию кому придут в Министерство обороны или в военную прокуратуру эту информацию видеофиксация и так далее хорошо эту информацию вы можете передать начальнику Харьковского гарнизона это полковник Никифоров вот ему можете передать это кстати один или два факультета Харьковского университета воздушных сил безусловно мой телефон я даже телефон дам это первое если никакой реакции не будет а это их подразделение даже потому что все равно дежурный это уровень там вообще-то я тоже 10 лет суток там отлазили да и вторая и второй вопрос это уже если реакции не будет тогда военную прокуратуру которая там же находится только на углу начальнику гарнизона я вам телефон его дам спасибо вам тоже есть определенные льготы для предпринимателей в каждом районном военкомате эти льготы знают вы можете подойти или предприниматели могут хорошо хорошо давайте тогда Кацарская 56 у нас 3 юриста есть из них 2 военных которые дадут квалифицированную помощь юристы областного военкомата к областному военкомату не опасно подходить к нему только периодически там не один раз стреляли но ничего вот сразу к дежурному оперативному дежурному скажете что вы к юристам вот там есть майор Новиков и лейтенант Резван и девушка тоже они вам дадут полную квалифицированную соблаз с областного военкомата сразу не отправляют отправляют с районных военкоматов после прохождения медкомиссии где вы стоите на воинском учете или предпринимателем мобилизации специальности военной практически те же которые были необходимы во время проведения пятой частичной мобилизации это для специальности сухопутных войск я уже их называл снайперки снайперы стрелки гранатометчики водители всех видов боевой техники плюс часть воздушных сил это противовоздушная оборона в первую очередь комплексы призываться ну подлежат призыву по мобилизации практически все военнообязанные если нет права на отсрочку и они годны по состоянию здоровья возраст я уже сказал до 60 лет так и ну собственно какой еще вопрос там был третий а ну ситуация на протяжении и прошлого этого года ситуация практически во всех районах города Харькова хуже или в военкоматах да районов Харькова города хуже чем в районах Харьковской области вот даже можно провести параллель призыв на срочную службу аналогично спасибо пожалуйста на каких этапах и на всех этапах с призывниками будут находить психологи или они уже будут тестировать ребята в прохождении медкомиссии это касается мобилизации правильно мобилизации касается ну практически во время прохождения медкомиссии раз во время личной беседы в областном военкомате это уже непосредственно при отправке но самое главное это все-таки во время прохождения медкомиссии но там больше делается упор на психиатров а не на психологов мы будем нести наказание я вам скажу так как было после 4 по итогам 4 частичной мобилизации вы знаете один из военкомов по решению суда это одним наказанием находился на протяжении 16 суток на губфахте 6 если я не ошибаюсь военкомов районных понижены в должности вот и должностные лица наказаны в дисциплинарном порядке в отношении охранных агентств ситуация существенно не меняется на сегодня порядка 60 могу ошибиться чуть-чуть 60 работников охранных агентств прибыли в военкомат часть из них призвана вот не буду сказать точно какое количество но порядка 60 военнообязанных хотя на сегодняшний момент больше 100 охранных агентств работают выполняют задачи свои так но взаимодействие с военкоматами на сегодняшний момент не налажено несмотря на ряд определенных мероприятий и усилий вот аналогичная ситуация касается еще ряд предприятий но здесь нужно подходить все-таки будем говорить не прямолинейно а комплексно берем допустим метрополитен вот с которым мы работаем очень тесно очень тесно то есть водители водители потом дефицитные специальности без которых может просто остановиться метрополитен мы стараемся естественно не призывать вот буквально перед пресс-конференцией пришел директор метрополитена мы сейчас как раз обсуждали моменты кого можно призывать кого нельзя призывать нежелательно вернее почему потому что общественный транспорт это метрополитена остановится не будет функционировать то же самое касается и других предприятий но результат все-таки пока не тот который хотелось бы это касается практически всех предприятий депутатов скажите пожалуйста как мобилизация коснулась чиновников депутатов есть ли у вас конкретные примеры того кто ушел кто оказался потому что там же тоже возрастная категория совершенно подлежащая мобилизация как этот процесс происходит значит ну та информация которая у меня есть которую я Владимир расскажу значит часть части депутатам депутатов вручили повестки они проходят медкомиссию определенные категории депутатов и областного и городского совета планируют вручить повестки но проводя анализ еще во время наверное четвертой мобилизации проводя анализ депутатов значит мы убеждаемся первое значит часть из них находится на специальном учете или забронированы но берем берем вариант глава администрации района допустим города Харькова по постановлению кабинета министров это должность не конкретно лицо это должность подлежит бронированию второе у многих во первых есть женщины которых мы не призываем да третий момент есть категория которая старше допустим 45 лет если это рядовой состав то он с воинского учета уже снят а стать на воинский учет вот как сейчас продлили до 60 это практически добровольно он может эта категория есть категория я не буду называть фамилии мы уточняли 5 адресов где депутат может проживать по этим 5 адресам работали совместно группы военкомата и РУВД вот и на протяжении трех недель ни по одному адресу депутат не появился на работу он не ходит в работе допустим городского того же совета он не участвует то есть есть категория которая на сегодняшний момент ну будем говорить в неявке они передаются конечно безусловно значит поверьте очень много звонков в общем-то по этому вопросу были значит на них же то же самое распространяется как и на обычных граждан на обычных военнообязанных но преследуют просто информация там не очень распространяется да преследуют естественно материалы передаются для их привода для привлечения к административной ответственности но эта информация она влияет на подсветитель на свои конечно конечно мы безусловно я думаю что после очередного где-то в ближайшее время в ближайшие дни вручения или оповещения будем говорить так да очередного оповещения эту информацию мы постараемся вот довести до средств массовой информации чтобы она была первая конкретной и с определенным анализом а вот завтра будет город и совет может быть ну просто в других городах на таком и все приходят туда может быть вы бы пошли и включили спасибо мы это уже продумали спасибо Иван Васильев из Минической редакции новостей Вы смотрели в низком уровне патриотизма военно-обязанных как это отражается на состояние морального духа уже военнослужащих и способствует это увеличению факторов реактивного начнем с того что мобилизация проходит практически на всей территории Украины и анализ проведения четвертой частичной мобилизации показал что больше патриотически настроенных населения в центре Украины в центре Украины запад восток юг к сожалению к сожалению это говорят просто показатели или проценты выполнения плановых заданий по мобилизации когда происходит комплектование воинской части то военнослужащие уже они практически со всей территории Украины и вот находясь в одном коллективе находясь в одном коллективе происходит определенное воспитание определенное воспитание если сравнивать с мобилизацией прошлого года мобилизациями этого года то конечно довольно таки большое количество насчет дезертирства я говорить не буду хотя цифра очень большая которая сейчас находится в розыске будем говорить и по нарушению воинской дисциплины употребление спиртных напитков и так далее и тому подобное естественно сказывается вот ну как вам сказать чувство патриотизма это основа основа практически всего и это заканчивается в конечном итоге выполнением боевой задачи идут взрывы и так далее и человек покидает позицию с оружием или даже без оружия без боевой техники такие случаи были я даже могу привести с нашим 22 батальоном который мы формировали комплектовали когда пошел серьезный обстрел и они одно подразделение находилось на передовой не сразу начали звонить родители потом начали звонить уже военнослужащие 22 батальона вот и вот я не буду говорить что там благодаря мне нет но каким-то образом пришлось все-таки на них повлиять и они остались на месте тенденция ну давайте с прошлым годом сравнивать но намного ниже на порядке ниже на сегодняшний момент по сравнению с тем что было в прошлом году но это многое зависит опять же таки от обеспеченности вооруженных сил это способ оповестить военнообязанных в первую очередь понимаете способ оповестить вот мы говорим или раньше мы говорили что оповещение происходит по месту жительства по месту работы по месту жительства это не актуально особенно в этом году то есть результатов практически никаких вот первичем начать призывать нужно сначала оповестить пройти медкомиссию уточнить у человека есть право на отсрочку или нет вот поэтому приходится использовать на первый взгляд нестандартные методы хотя нигде ни в одном законодательном документе не сказано каким образом происходит оповещение дома на пляже в супермаркете образно в больнице или по месту работы или по месту учебы просто оповещение главное чтобы это оповещение проходило в рамках юридических не нарушая закона вот мы были случаи даже в центральных каналах когда показали эпизод значит маршрутку остановили и сказали что это в Харькове кстати это не в Харькове это было в Запорожье и тут же показали сюжет блокпост Запорожье и так далее вот два случая это было в Запорожье но они действовали в рамках закона в рамках конечно это происходит это происходит следующим образом уточняется личность личность или со слов но это не точные естественно данные можно назвать любую фамилию любой район в основном по документам вот уточняется выписывается повестка обычная повестка для прибытия в военкомат уточнение еще раз данных возможно прохождение медкомиссии и только после этого уже идет решение о призыве вот таким образом то есть вначале это не сверяется с нас не ну смотрите я вам хочу сказать все представители районных военкоматов которые работают допустим или проводят правильно сказать оповещение у них есть определенная база данных если говорить о военкоматах города Харькова это за город Харьков в первую очередь те которые проводила оповещение проводилось оповещение их но их не оказалось дома их не оказалось по месту учебы их не оказалось по месту работы Это база. Это порядка 13,5 тысяч военнообязанных. Это в первую очередь категория. А вся база за всю область, это довольно-таки большая база, порядка 150 тысяч. Понятно, этой базы нет. Спасибо. Студенческая редакция. Скажите, есть ли опыт проведения встречи ветеранов АТО с будущими призывниками, которые собираются в свете повышения уровня патриотизма, возможно, это повлияло как-то положение? Я приведу пример волонтерской организации «Хелп Ами», которая, наверное, месяца два с половиной, они вышли с инициативой в учебных заведениях провести просто беседы студентов или школьников даже в школах и военнослужащих, которые принимали участие в зоне АТО. И эти мероприятия проводились, пусть, я еще раз говорю, это не в очень большом объеме, не в том объеме, в котором хотелось бы, но это очень хорошая инициатива. Сейчас просто физически нет возможности нам включиться в эту работу. Но я думаю, что волонтерские организации, они будут чуть-чуть расширять и формат, и методы, и формы именно этой работы. Военкоматы, понимаете, физически, при том, что военкоматы самые первые, я уже говорил, перешли в штат военного времени, и в среднем численность военкомата со служащими и военнослужащими составляет где-то 36-40 человек. Но учитывая ту нагрузку, а нагрузка это проведение мобилизации, раз, призыва по мобилизации, второе, проведение призыва на срочную службу, территориальная оборона. Совсем недавно закончились сборы, сейчас будут ближайшие сборы еще одного подразделения. В антивоенкомат физически не успевают. Физически. Следующая редакция, у нас есть вопросы. Сколько харьковчан будет демобилизовано в связи с обновлением состава? То количество, которое было призвано по, ну сейчас уже началась третья демобилизация, да, по третьей демобилизации у нас где-то порядка полутора тысяч. Вот полторы тысячи, ну я пока ориентировочно, точную цифру я сейчас не помню. Вот сейчас подлежат демобилизации, демобилизация это происходит. Это ребята, которые служили год или больше? Год. Которые служили год. Это уже третья демобилизация. Насколько изолированы ребята в плане информации? Какая информация разрешена, какая завершена до разрешения уже после комплектации? Ну, после комплектации воинских частей, да, вы говорите? После комплектации. Ну, во-первых, доступ к средствам массовой информации, пожалуйста, телевидение, радио, интернет. В воинских частях, безусловно, это есть. Но, опять-таки, та информация, которая идет со стороны Российской Федерации, по крайней мере, я стараюсь ее, хоть и доступ определенный есть, но, посмотрев и проанализировав эту информацию, просто становится иногда смешно, вот, потому что идет дезинформация, будем говорить так. Вот, поэтому информация, которая в наших средствах массовая информация, та, которая доступна вам, доступна и им. Но есть определенные моменты, связанные с выполнением функциональных обязанностей. Допустим, с использованием, если это говорим о зоне АТО, там, мобильных телефонов. От мобильных телефонов пострадало в прошлом году очень большое количество и погибло военнослужащих. Вот, поэтому, находясь там, мобильный телефон – это враг, будем говорить, для того же военнослужащего. Если это здесь находится, не в зоне АТО, то, пожалуйста. А мобильные телефоны запрещены или нежелательны? Понимаете, если для вас важна ваша жизнь и важно выполнение задачи, то можете включить и ходить с этим мобильным телефоном. И передвигаться с одной точки на другую точку. Противник моментально вас сразу вычисляет. То, что не касается государственной тайны, то, что не касается ограниченной информации. Это прописывают? Конечно, конечно. Определенный режим секретности 100%. Опять же, все эти переговоры по материнам. Да, 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 конечно. Конечно. Но я в первую очередь говорил о центральных регионах Украины. О центральных регионах. Это очень важно. Я думаю, он сейчас закончится в ближайшее время призыв на срочную военную службу. И с коллегами, по крайней мере, мы начнем созваниваться. Но факт остается фактом. Там нет такого, когда приезжают работники военкомата в общежитие одного из учебных заведений. Комендант общежития закрывает и не пускает для вручения повесток. Таких фактов нет. Там нет фактов, когда, ну, может, есть, но единичные, когда вручают повестки, а люди отказываются на предприятиях, учебных заведениях. Этого нет. Но я думаю, это целый комплекс. Буквально недавно была принята концепция военно-патриотического воспитания, если не ошибаюсь, 16 июня. Вот. Ну, досконально я еще пока не изучил ее. Но тот опыт, который есть там, он должен быть обязательно использован. Обязательно использован. Спасибо. Еще вопрос. Мне очень интересно, вот, условно, закончится эфиромная мобилизация. Будет ли предприняты после каких-то мер для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем? Конечно. Будут приняты меры в плане воинского учета. Начнем с этого. Так. Второе. Мы уже не раз подавали свои предложения о изменении законодательной базы. Ряд законов нужно, конечно, совершенствовать и учитывать вызовы этого времени. Вот. Законы остались еще того времени. Вот. Время меняется, требования меняются, меняется ситуация. Нужно менять законодательную базу. Вот. Ну, и ряд других моментов будут проведены. Чтобы вот, я не знаю, будут ли дальше продолжаться частичные мобилизации. Вот. Но ситуация, по крайней мере, спокойнее не становится. Вот. Если говорить о на, ну, я вам скажу так, все приграничные области. Это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская. Вот. Вот. Сейчас очередные будут проводиться учебные сборы с подразделениями территориальной обороны. Если они проводятся, то они не просто так проводятся. Значит, ситуация довольно-таки непростая на границе. На границе. Поэтому, естественно, мы проводимся на границе, чтобы вот таких негативных явлений, которые были во время четвертой гады, по крайней мобилизации, что такого не было. Спасибо еще. Вопрос в Харьковской кризисной измоцентре. Юрий, скажите, как реагируют военные комиссариат и вообще военные на случай, когда в военной форме, ну, к примеру, в поселок Жуковского, ходят нетрезвые солдаты из национальной гвардии вечерами. Как должны реагировать граждане, как должны реагировать милиция, как должны быть военные комиссариат? Это не единственный случай. Прокомментируйте. Значит, мы говорим о том, что враг номер два, наверное, все-таки это пьянство среди военнослужащих, особенно среди тех, которые вызвали по мобилизации. Это не секрет, это много из этого пострадало, отгибло, получило ранение в большого количества военнослужащих. Поэтому, если такие факты есть, у нас на территории Харьковской области, в частности, в Харькове, региональные военные силы правопорядка, которые штаб увеличен. И если вот вы ходите по городу и увидите военнослужащих в такой форме, с повязкой ВСП, весь колбас силы правопорядка. Это как раз военные группы, это подразделение, которому дано право, даже возможно, это было не сделано в отношении военнослужащих. То есть, находится на площади группы подразделений. Значит, можно сообщать, можно сообщать, вернее, нужно сообщать, нужно сообщать ближайшие районные маякоматы. Он стал таким связующим звехом между военскими частями и всеми остальными военнослужащими населениями. Следующее, безусловно, РОВД. Такие факты есть. Я вам скажу, мы совместно с РОВД-попротивление, мы делаем в этом плане работы АВСП, тоже. Плюс еще я хочу сказать, что сейчас произошли изменения, и уже источились ответственность на взрывание служащих, которые нарушают военскую дисциплину. Примерно, рекомендатор ВИД, подполковник присяжный, бывший военком Киевского района, 16 суток ареста. Балл-балл. Вот такой вагон у нас не было на СССР. Сейчас это разорвали следующее. Это штраф за нарушение, опять же, военской административной, 5,5 тысяч жалей. Опять решение материала командировой войской части передает в прокуратуру суд, и суд принимает решение. То есть ответственность за нарушение военской дисциплины, а это один из видов за нарушения военской дисциплины, она увеличилась. Но факт должен быть сразу известен правоохранительному административному административу. То есть не стесняюсь сообщать. Конечно, все эти факты, или военная сила правопорядка, можно, у них есть телефоны, проводы, и военная сила правопорядка. Или у них есть, а не запечатку. Да. Скажите, призывники, попавши в зону боевых действий, точнее в зону ООО, получили статус со участка боевых действий? Конечно, ну призывники опять не было. призыв который по призыву призыва естественно практически практически все военнослужащие которые принимали участие в зоне а то получать удостоверение участника главы есть я скажу больше на сегодняшний момент есть комиссия в областной войнкомате у которой уже даны это не только в каждом областной войнкомате даны права рассматривать при наличии определенных документов необходимо рассматривать эти документы и принимать решение выдавать удостоверение если раньше это было так мы рассмотрели наши комиссии приняли решение отправили в Министерство обороны они рассмотрели приняли решение и нам отправили сейчас эта процедура как она упростилась и убрала уже на областном уровне но это касается военнослужащих вооруженных сил в областной войне если говорить о национальной военной или государственной экономичной службы у них свои конечно все больше и больше у нас сейчас военнослужащие которые принимали получать те которые по разным причинам не оформили необходимое количество мы по крайней мере оказываем помощь делаем запросы в узкие части и так далее где-то на каком-то уровне самый банальный пример нет фотографий нашего батальюна касалось этого старого батальюна там порядка 20 или 30 тысяч человек не было фотографий быстро сделали фотографии тогда еще практически стоящий штаб буквально один назад и она пришли подтверждающие документы выяснили что они действительно хотят свой честный пункт как маленький парень и вопрос президент обещал войны с будущим участником тысяч рублей удивить сколько ряда не получается сейчас мне сейчас тяжелый вопрос ответить сказать вот то что это предусмотрено и законодательно которые принимают участие в действиях можно находиться месяц и ни разу не вышли а может за один за час он что же находятся в своих конфликт не заказывать на дискомате подразделений которое разделение непосредственно там что-то принимаем решением нет 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 конечно принимает решение непосредственно командир он подтверждает что это тайна служащий вместе с ним или в составе какого-то подразделений одиночества допустим принимал участие в этом бою всего есть одинаково все находятся в разных условиях кто-то находится на первой линии кто-то находится это касается не только военнослужащих это касается не только военнослужащих это касается и не военнослужащих мы встречаем на улице не военнослужащих внутренним составом конечно встречаем в других странах мы это не встречаем или просто это нет таких фактов марк сожжение это есть это элементарно наслаждаться да пришлось спасибо анастасия Я приколаю портал «Шевребзор». Какие у вас будут рассунуть важные цифры, которые скоро начали репутаться? Призывная кампания при срочинках и мобилизация. Назовите, пожалуйста, сроки, даты и сколько людей будет в одной кампании, сколько подходит в одной кампании. Понятно. Значит, призывная срочная, я вам услышал. Согласно последним изменениям указ президента, заканчивается, соответственно, на юридическом дня. Я не буду говорить о том, что возможно будет продвинуть и не будет продвинуть, пока на сегодняшний момент. Это 30 июня. Наспределение права. Плановое задание 1200. Призывников я хотел отправить с Харьковой кампании. А начало? Начало с 1 апреля. Официально. С 1 апреля. Сейчас 6 очередь мобилизации. Частичная. С 19 июня по 19 августа. 60 июня. Плановое задание. Я говорю, ориентировочная цифра назва. Это более 3400 вебинарных ориентировочных цифр. 20. Шестая мобилизация. Спасибо. Благодарю вас, Юрий, за плодопиловное общение. Спасибо большое.